всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшний видео хотел бы поговорить на такую тему точнее про такую тему довольно старую как варис пид и его вообще использование в современном лоджике сразу скажу он даже есть в 11 лоджике он никуда не делся и давайте вкратце вообще расскажу что это такое и почему я решил это видео записать ну во первых за последние там пару месяцев всплывали в нашем telegram чате вопросы касаемо этой функции и касаемо функции вообще замедление звука в лоджик как это лучше делать как правило конечно вопрос от новичков но в любом случае это я думаю видео будет полезно и интересно даже для тех кто уже в лоджике не первый год работает значит что такое варис пид ну такой небольшой экскурс эта функция появилась в лоджик довольно давно еще во времена когда не было flex питча и вообще флекса то есть не было возможности такого вот как мы привыкли изменения темпа на аудио треках но сама функция замедление ускорения аудио она не нова она была еще в аналоговое время то есть когда все записывалось исключительно на пленку и было множество примеров когда уже после записи то есть группа даже какая-то топовая записалась на студии записал свой очередной альбом и готовит сингл к выходу к выпуску на радио например в преддверии рекламы альбома и тут приходит какой-нибудь главный продюсер или исполнительный директор или какой-нибудь директор лейбла и говорит слушайте песня классная но для радио она там слишком затянутая длинная вообще как-то ну зачем вы так медленно записали она как будто не качает вот давайте что то сделаем чуть и ускорим что делать перезаписывать очень дорого очень накладно да и вряд ли музыкант захочет только что вот он только все сделал свою работу все классно кайфует и тут вдруг ему говорят что переписать естественно это никто не захочет этого в этом участвовать но звукорежиссеры тогда придумали ну не придумали они знали в такую фишку что если у нас все записано на пленку мы его просто чуть побыстрее воспроизведем и вот у нас будет темп как бы быстрее и есть такие примеры композиции вот особенность 70-х из 80-х которого пытаешься там как-то на слух снять подобрать и вот постоянно что-то не попадает как будто какой-то нестрой то есть ты вроде подбираешь на клавиатуре которая настроена четко ну а ну где-то между и например ниля и не ля бемоль и не ну то есть вот где-то вот между плавающий какой-то строй и как правило как раз связано с тем что такой трек скорее все там либо замедляли либо ускоряли на чуть-чуть чтобы чуть-чуть там пример либо замедлить если слишком быстро записали но как правило скорее ускоряли записывали медленно потом чуть ускоряли чтобы вписаться в какие-то рамки там например не знаю хронометраж еще что-то и так неоднократно было вот в аналоговую эру, это использован прием, и как раз вот эта, скажем так, функция изменения темпа вместе с питчем, она, ну, можно так назвать ее вариспид, то есть, ну, вариспид это название внутри Logic, но оно можно так же его назвать, то есть, что это значит, это увеличивается у нас исходный темп и чуть-чуть увеличивается питч, то есть у нас как бы ускорение такое, ну, как магнитную пленку чуть ускорили. И, собственно, вот как это работает в Logic, я здесь сейчас вам воспроизведу проект, здесь сделанный просто полностью из Apple Loops, у меня здесь представлены. Так вот, раньше, когда у нас не было Flex, нам нужно было включить функцию вариспид, то есть в Logic она появилась довольно давно, еще в ранних версиях, там, шестой, седьмой, точно сейчас не вспомню, но, в общем, давно появилась Flex, появился позже. Мы можем вот здесь в режиме кастом вот этого отображения дисплея нажать правой кнопкой, Customize Control Bar and Display, и вот здесь поставить галочку вариспид, то есть эта функция до сих пор присутствует, здесь появилась вот кнопка включения и выключения этой функции. Как она работает? То есть вот у меня сейчас, видите, по умолчанию стоит функция вариспид, то есть Speed and Pitch, то есть у нас будет меняться и скорость, и темп, вот, например, в процентах, то есть давайте я, например, ускорю и замедлю. Так вот, ну, довольно интересная функция, для чего она была создана изначально. Изначально она была создана для того, чтобы можно было послушать, как бы, ну, так как еще была свежа память о использовании магнитных лент, и звуководжесеры, когда переходили на Logic, разработчики дали им такую возможность, как бы, делать то же самое, только уже с цифровым звуком, но как бы с тем же, с той же, скажем так, отдачей. То есть звуководжесер понимал, что сейчас я сидя ускорю, у меня чуть пич повысится или понизится, то есть таким образом можно было вот поиграться вот с этим таким, как эффектом. Но в чем его была проблема? В том, что, по сути, вариспид работает ко всему звучанию Logic, как такой некий фильтр, некий эффект, то есть он, как бы, по сути, замедляет или ускоряет само воспроизведение файла, что и добавляет этот эффект. Но мы не можем это не автоматизировать, мы не можем это не записать в файл, и, собственно, это частый был вопрос, что вот, я включил вариспид, вроде прикольно, там, ускорил темп, а как сделать так, чтобы он ускорялся только в конкретном месте, а как сделать так, чтобы я там вывел файл, и этот эффект сохранился? Ну, к сожалению, вариспид, говорю, это очень примитивная функция, довольно старая. Кстати, в Logic до сих пор остались и старые алгоритмы расширения и, наоборот, сжатия аудио. Если вам интересно, обязательно пишите в комментариях, я вам могу записать на эту тему тоже ролик. Это такая очень подкапотная функция, она спрятана довольно глубоко, но она до сих пор есть, даже в 11-м Logic, что довольно интересно. Ну, как я уже говорил, Logic — это такая программа, которая сама над собой развивается, надстраивается, но все старое, что в ней было, оно остается на своих местах, просто, может быть, где-то чуть-чуть прячется в глубине. Так вот, вариспид, ну, опять же, воссоздавал, как я уже сказал, этот эффект работы с пленкой, но и появился более, по тем временам, продвинутый алгоритм, когда у нас менялся только темп. То есть то, ради чего многие звукорежиссеры переходили из аналога в цифру, потому что с цифрой, конечно, было больше возможностей взаимодействия. Ну, вот, например, одно из них — это поменять темп, то есть вот, например, у нас записано в 146, а вот я хочу послушать, как бы оно звучало в 120. То есть, видите, я сейчас темп поменял, у меня всё разъехалось, то есть это нам не подходит. То есть я возвращаю в 146, тогда это было невозможно, то есть флекса не было, поэтому поменять вот так просто темп, чтобы всё разъехалось, тоже никто не мог. Но мы могли, вот, например, здесь переключить с процентов на резолтинг темпа и поставить, например, там 128. То есть вместо 146 мы теперь будем слышать звук 128. Прямо как мы слышим, у нас питч остался на том же самом уровне, то есть нота, ну, в данном случае до минор, он у нас остался нетронутый, в отличие от режима warry speed, когда у нас, по сути, и тональность тоже упала. Здесь также можно делать, как я уже показал в процентах, также можно делать чисто дитюн, то есть если мы хотим в полутонах изменить питч нашего звука, и даже ещё в тюнинг референс, то есть у нас, вот сейчас мы опустились вот с таким изменением темпа аж на 385 Гц, ну, частоту ноты ля, то есть так она у нас по умолчанию 440, некоторые ещё, бывает, экспериментируют в 432 записывают, но вот здесь аж 385 я сейчас опустил, то есть мы сейчас вернёмся в режим резолтинг темпа, вернёмся в 146, сейчас у нас изменений нет, мы можем вот включить режим дитюна по полутонам поменять и послушать, как бы наш трек звучал, допустим, там, на тон выше, но опять же, это, конечно же, влечёт за собой изменение темпа, и, например, ниже. То есть вот такой интересный эффект, которым вот можно было просто послушать свою композицию в разных вариантах, в разных каких-то комбинациях, там, темпа или скорости, и темпа, и скорости, но, как ещё раз говорю, к сожалению, это было неприменимо. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Так вот, сейчас часто бывает, возникает у людей вопрос, а как же нам это применить? Вот здесь я хочу это как аранжировочный элемент. И если там кто-то из фанатов какого-то андеграундного хип-хопа современного, там, рэпа, смотрит это видео, вы наверняка знаете, что многие артисты на Западе прям используют этот прикол, эту фишку, что вот у нас играет трек, и в самом конце, где-нибудь уже вот на коду, на завершение у нас вдруг резко понижается пич и замедляется резко темп. То есть вот как раз этот эффект как бы замедленной пленки такой вот включается, это тоже там и голос понижается, так вот интересно. Ну то есть вообще это такой спецэффект, который, ну, многими артистами я неоднократно слышал, прям вот недавно это использовалось. И вот, собственно, у начинающих людей, кто только пришел в Logic и кто увидел эту функцию, что она есть, все спрашивается, а как это применять? Ну, как я уже сказал, Varyspeed это такой прародитель флекса, он сейчас уже практически неактуален, его смысла вообще никакого нет. Сейчас все делается, естественно, через изменение темпа и через темпа трека. Давайте я покажу, как добиться того же эффекта, только чтобы этот эффект работал уже не ко всему выходному звуку из Logic в таком неком фоновом режиме, да, а именно работал уже внутри проекта и, соответственно, отвечал за, в том числе, изменения на протяжении аранжировки. Давайте послушаем. То есть если я хочу вот этот темп замедлить в какой-то момент, для этого мне здесь нужно включить на всех аудио регионах обязательно, чтобы у меня был фоллоу темпа, но MIDI можно не трогать, хотя у нас MIDI, конечно, если мы хотим поменять именно pitch, то придется и pitch перестраивать, поэтому сейчас, чтобы с этим не морочиться, я пока MIDI просто замьючу. Так вот, есть замечательная функция среди flex-режимов, называется SpeedFX. Вот если мы ее сейчас включим, у нас Logic сейчас проанализирует все наши файлы, и вот если мы не будем менять темп, то у нас все останется как есть. Но если я поменяю темп проекта, видите, у нас окрасились регионы в другой цвет, то и pitch вместе с темпом тоже замедлился. Но в чем интересная вещь, что это теперь у нас работает как бы не глобально, а внутри проекта. И открыв темпа трек, я могу в какой-то момент просто это прописать изменения, например, на 120, допустим, за месяц 125, и вот у нас будет изменение и скорости, и pitch за счет вот этого режима SpeedFX. И дальше уже подобрав нужный темп, чтобы это и pitch красиво опускалось, ну, кто-то в квинту, кто-то в кварту опускает, это вот можно добиться, вот как раз поэкспериментировав с темпом треком в нужной части. И вот как раз рэперы, хип-хоперы вот так часто иногда делают, делая такой интересный спецэффект. Но если вам, например, вдруг нужно только изменить темп, ну, вы наверняка уже знаете, для этого нужно просто включить любой режим подходящий, ну, как правило, полифоник работает в 99% случаев, и тогда у нас только поменяется темп, но pitch останется неизменным. Но уже не будет такого спецэффекта, как был при SpeedFX. Что ж, как и резюме, еще раз повторюсь, Vary Speed это такой древний эффект, который у нас применяется просто ко всему звучанию проекта, то есть он никак не задействуется в автоматизации, он никак не участвует в выходном файле, то есть даже если включен Vary Speed, вы сделаете экспорт проекта, он будет у вас вот в том виде, в котором он есть в проекте. Поэтому это как такая, ну, скажем, игрушка, для того, чтобы быстро послушать, как бы ваш трек звучал в другом темпе и с другим питчем, но при этом, если вы не хотите залезать в сам проект и в нем что-то менять, включать flex, там как-то менять настройки питча, ну, то есть, чтобы вообще в проекте ничего не поменялось, но при этом звук поменялся. Вот для вас Vary Speed до сих пор присутствует уже спустя, там, 15-16 лет в неизменном виде. Его можно вот так просто поэкспериментировать со звучанием своего проекта. Но если вы хотите, чтобы этот эффект у вас был именно уже в проекте и он работал, то вам придется на... ну, а MIDI вам придется, скорее всего, перегнать в аудио и потом на всех аудио включить режим Speed FX и уже глобальным треком в какой-то момент просто понизить темп. Ну, либо, кстати, можно еще и делать всякие там эффекты зажевыванные тоже пленки, то есть, когда у нас темп опускается, можно также так сделать. То есть, можно даже вот такие вот интересные эффекты создавать. Что ж, ну, думаю, вам все понятно. Flex уже более продвинутая вещь. Пользуемся ей в Arespeed просто как такой дань к прошлому и такой некий прикол, быстрый эксперимент со своим треком. Если у вас вдруг остались вопросы, обязательно пишите в комментариях. Также, если у вас есть опыт работы с Arespeed, может, вы им прям часто пользуетесь, обязательно пишите о вашем опыте. Мне будет интересно почитать, кто и как сегодня в 2024 году использует эту довольно древнюю функцию. Ну, и вообще, пишите отзыв, было ли вам полезно и интересно это видео. Также, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-чат Logic Pro Help, задавайте ваши самые интересные, там, необычные вопросы, либо даже самые обычные вопросы. Мы всегда там обмениваемся опытом, друг другу помогаем по работе с Logic и вообще со звуком. Но если вдруг там какой-то суперинтересный вопрос, необычный, я всегда его разбираю вот на YouTube-канале. и видео у нас выходит каждое воскресенье, поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и оставайтесь на связи, всегда комментируйте, потому что по обратной связи, собственно, я понимаю, какой контент для вас делать в следующий раз. Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул, увидимся с вами в следующих видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok